здравствуйте пирог будет явно мужской но этим он и заинтересует женщин кстати начну ложка сухих дрожжей став но без горочки 2 яйца без одного желтка один желток я для смазки приберегу примерно полторы столовых ложки подсолнечного масла 2 столовых ложки сметаны это пятнашка в данном случае 130 миллилитров молока все это смешиваю венчиком или вилкой я кстати взял 150 миллилитров поэтому пришлось добавлять ну это все не проблема муки 300 граммов просеял добавил пару чайных ложек сахара песка начинаю замешивать тесто так что вы используете 130 миллилитров молока если понадобится потом можно добавить либо молоко либо воду немножко посолил чайная ложка соли вот замес жидковат я добавил еще муку то есть я в данном случае использовал не 300 граммов а потом еще буду когда замешивать на столе ну может быть 330 продолжаю замес на столе пластмассовый шпатель им удобно работать с тестом замешиваю оно очень пластичное и очень мягкое но постепенно она вбирает в себя всю эту муку которую я добавил становится самый раз достаточно мягким но уже не не расхлябанным так скажем ставлю его на расстойку и займусь начинкой взял четыре картофелины но тут можно вот они не крупные как видите можно взять и пять ну если очень можно взять даже и шесть режу картофель острый нож поэтому не сложно это сделать режу некрупно размером с горошину вот так подрезаю одну сторону чтобы стояла прочно затем на пластины режу потом на брусочки и потом уже поперек этих брусочков на небольшие кусочки присолил пусть картофель отдаст влагу не очень много влаги он кстати отдал совсем мало но если бы я подождал может он отдал бы больше так как не было времени ждать он не успел отдать режу лук у меня очень крупная луковица но использую ее но немножко больше половины старайтесь срезать достаточно тонко сало вот у меня хороший кусочек был в холодильнике давно кстати лежал с лета того года вроде же купил но очень хорошее сало ну я редко ем такие вещи ну примерно где-то весу 200 ну может 220 граммов режу так ну не такими маленькими кусочками как картофель несколько крупнее и бекона граммов 120-140 он пластинками уже поэтому с ним очень просто отправляю туда же в чашу все это дело смешиваю ну а так как остался кусочек сала ни туда ни сюда ну пришел его тоже дорезать в общем где-то 220 сала и 100 130 наверное может 150 бекона ну вот картофель чуть-чуть отдал воду буквально там немножко ну да ладно начинка будет влажная но не мокрая во всяком случае соль и перец конечно надо к начинке перец я решил добавить сычуанский он покрепче обычного черного свежемолотого но черный тоже подойдет но кто любит очень острый может может и каенский добавить вполне ну и так перец и соль по вашему вкусу и на ваше усмотрение ну собственно начинка готова как раз минут сорок прошло берусь за тесто немножко растительного масла на столешницу капну и растер чтобы ничего к ничему не прилипало ну еще решил подработать немножко тесто ну совсем недолго минуты 3 ну я режу кусочек примерно четверть от всего теста ну процентов 25-30 вот в этом интервале и раскатываю большую часть форма у меня сегодня силиконовая совсем недавно купил буквально два дня назад впервые хочу ей воспользоваться раньше у меня не было силиконовых форм примеряю кстати все нормально укладываю это тесто естественно оно размер должен превышать должен быть запасом чтобы и на борта хватило толщина не столь важна ну там будет миллиметра так два-три а то и четыре это нормально избытки такого теста это не проблема излишки потому что в пироге я имею ввиду потому что оно само по себе вкусное обрезаю лишнее и ненужное на пальчике ожог повара часто говорят что я типа терминатор но вот я точно не терминатор выкладываю начинку выравниваю разравниваю ну в принципе подгадал и как раз объем начинки теперь надо раскатать из оставшегося теста крышку пирога ну как то треугольником раскатывается да все равно как лишь бы вот кружок такого диаметра получился ну вот он и получился обрезаю излишки прижал тарелкой скребком приходится отскребывать укладываю вверх пирога этот круг ну и потом наворачиваю тесто с бортов на этот кружок кстати и форму и этот скребок купил в Ашане я кстати давно их присматривал но в тех Ашанах где я был их не было а вот Ашан белая дача недавно случайно туда попал там оказалось диаметр 26 сантиметров формы а скребок немецкий там набор из двух скребков ну 150 рублей стоит ну нужное дело в общем навернул тесто с бортов и слегка прижал не особо в общем то не защипывал совсем разбавил желток с небольшим количеством воды развел и смазываю пирог сделал две прорези ну крестообразные и отправил в духовку 180 градусов да если вы просматриваете рекламу то помогайте каналу спасибо получилось красиво даже красивее чем я ожидал 180 градусов 40 минут последние несколько минут я продолжал сверху подождал минут десять и очень легко вытащил пирог из этой формы ну вот очень удобно она действительно режу из него сразу потек сок сока сока в нем много и аромат очень хороший грибочки подал соленые ну вот шампанское к этим грибочкам он не покатит ну а что покатит сами решайте приятного аппетита удачи пока 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 пока